Продолжение следует... Очень легко сказать, что давайте по математике следующего года теорему Абифагории больше не учить, а какую-то другую теорему изменить. Это очень легко. А изменить понятия, изменить ценности, изменить то глобальное существо образования и педагогики, в какую сторону мы хотим идти, это очень сложно. И особенно это сложно в больших странах, которые имеют очень разные регионы по культуре, по языку, может быть, каким-то историческим принципам, политическим принципам и так далее. Конечно, мы в Эстонии сами думаем, что мы вот такие точно. Вот у нас все так, как ни у кого другого. Но, честно говоря, если мы посмотрим, что наше население 1,3 миллиона людей, то, знаете, из одного конца Эстонии в другое на машине, ну, за три часа проедешь из самого дальнего конца в самый дальний конец. Ну да, у нас острова есть, поэтому иногда это море может препятствовать во времени, а километраж, ну, так, 300-350, так, с одного конца в другое. Если говорить о том, что, о чем мы сегодня тут говорим, собрались образования национальных меньшинств, то какова картина в Эстонии по национальной такой картине? 70% населения эстонцы. Примерно 70%. Один раз считаю 69,7, другой раз 69,9, но, скажем, среднее 70%. Где-то 25% из населения это русские. И сейчас мы уже не считаем русскоязычные, а считаем именно русские, потому что русскоязычных больше. Часто украинцы, белорусы, еще кто-то говорят тоже на русском языке, но русских мы считаем 25%. Следующие у нас украинцы, вы увидите сразу, как спадает процент, да, что русских 25%, а тогда украинцев уже 1,8. То есть целиком мы можем говорить, что у нас эстонскоязычная часть населения и русскоязычная часть населения, если мы смотрим процентов. А дальше белорусы, финноватыши, а там уже идет 0,1 и так далее. Мы, конечно, говорим, что у нас примерно 200 разных национальностей живет в Эстонии, так что это, конечно, тоже мы считаемся с ними и так далее. Но если мы говорим о образовании, то ясно, что мы не такое богатое государство, что мы могли бы себе позволить то, что мы действительно для всех, вот для каждого абсолютно, можем дать образование, которое соответствует его национальности или его культуре. Мы все-таки можем говорить о том, что нам доступно и в смысле разных ресурсов, и в смысле национальных таких сфер. Если мы говорим в Эстонии, когда мы говорим о образовании, то, как и вы, точно так же мы начинаем говориться о 90-х, когда в начале 90-х, в конце 80-х у нас было две разных абсолютно образовательных систем, русскоязычные, эстонскоязычные, к счастью нам всем и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии, что у нас была эта система, то есть у нас была своя эстонскоязычная система, несмотря на то, что учебные программы шли откуда-то из другого места, но они были все-таки, они здесь были. И где-то в 90-х годах мы были перед вопросом, как и все другие страны такого рода, что делать дальше. Вопрос интеграции, он же вообще-то как бы две половины составляет, и вообще образование национальных меньшинств, две половины, которые очень часто даже трудно обе цели достичь. Одна цель государства, в Эстонии наш, господи, вот сейчас не могу сказать, закон, главный закон, конституция, да, конституция говорит, что эстонская конституция, то есть Эстония, это государство, главная цель Эстонии, это сохранять эстонский народ, эстонский язык, эстонскую культуру, это самое главное, что у нас государство должно добиться. С другой стороны, конституция говорит, что Эстония – многокультурное государство, где считается, уважают идентистит, культуру, язык других народов, которые живут в Эстонии. Ну, вот и сложи тогда 1 плюс 1, да, и получи 2, 3, 1,5 или что угодно хочешь. Поэтому я решила, я думаю, что вы все читали книгу Кэролла «Алиса в стране чудес», помните кота, помните Алису, и вот когда Алиса спрашивает у кота, куда мне пойти, в какую сторону мне идти, кот говорит, а куда ты хочешь дойти-то? Ну, вообще-то, все равно, куда-нибудь можно бы дойти. Я сейчас не цитирую, у вас цитата, я говорю так с головы. И кот говорит, а если у тебя нет, если ты не понимаешь, куда идти, то иди куда угодно. Иди в какую сторону угодно, только главное не сворачивай и долго иди вот в эту сторону. Куда-нибудь ты дойдешь. Поэтому вот в 90-х годах мы были вот этой ситуацией. А куда идти, в какую сторону, куда мы сами хотим дойти вот в этом процессе. И мы начали с того, что вели в обществе дискуссии и в русскоязычном, и в эстонскоязычном. Куда дойти, куда мы хотим, что мы хотим, чтобы было бы. Эти приоритеты, конечно, менялись за эти 25, скоро 30 лет. Потому что меняется мир вокруг нас, меняется ситуация и так далее. Но что для нас было важно, это конкретно быстро законодательством определить, что мы в образовании хотим, каким путем мы пойдем. И тогда начинать уже подготавливать учителей, программы писать, учебники и так далее, и так далее. А хотели мы то, чтобы у нас была бы одна единая учебная программа для всех, несмотря на язык школы, одна единственная, наша любимая, чтобы у нас все учебники были бы изданы в Эстонии по этой нашей программе, чтобы у нас все учители преподавали бы по этой программе, и было бы все-таки в какой-то мере, конечно, ну не все-таки в какой-то мере, а в Эстонии очень автономная система образования, то есть учителя из школы очень свободны составлять свою программу, но база – это наша учебная программа. И, конечно, исследования. И куда мы дошли? Дошли мы до того, значит, что у нас сегодня, значит, есть единая государственная программа, действительно, для всех школ. Первая такая программа была создана в 96-м году, она стала, значит, обязательной для всех, так что с 96-го года у нас единая система образования. В основной школе, первый по девятый класс, язык обучения выбирает местное самоуправление, то есть владелец школы. Это может быть и государственная, и частная, но у нас очень мало частных школ и очень мало государственных школ, так что в основном мы говорим о муниципалитете, то есть местное самоуправление, владелец школ, сама выбирает, на каком языке. Но когда она выбирает, на каком языке, это значит, что она должна абсолютно стопроцентно отвечать за то, что в этой школе по государственной программе учеба идет. То есть в реальности это опять русский язык или эстонский язык. То есть у нас нет ни одного муниципалитета, который был бы в состоянии предлагать, например, на украинском, да, следующий был украинец у нас, но, например, на украинском языке обучения. Это просто не по силам никому, никакому муниципалитету. То есть это да, значит, что и учебники должны быть, и учителя должны быть, и так далее, и так далее. В гимназии, начиная с 2011 года, у нас гимназия только на эстонском языке. Это значит, что 60% из всех предметов, как минимум надо преподавать на эстонском языке, 40% можете преподавать на каком-то ибо. В реальности это опять-таки в основном русский язык. Но есть и некоторые школы на немецком, но это некоторые две или три школы в Эстонии. Так что мы об этих цифрах даже... Есть финская школа, есть на английском, европейская школа и так далее, но в основном все-таки это эстонская и русская школы. Родной язык. Понимаю, что здесь в основном интересно, что с родным языком. Родной язык, конечно, в обеих школах, и в русскоязычной, и в эстонскоязычной, преподается тот язык, который имеет... В эстонском значит, это эстонский язык, как родной. В русской школе это русский язык, как родной. Если русский ученик или какой-либо, украинский или кто-то, идет в эстонскоязычную школу, то если 10 учеников собирается, это не должно даже в этой конкретной школе быть, а по региону, если как минимум 10 собирается, то школа обязательно обязывается преподавать этот язык, который они несут. Украинский, русский, все равно какой. То есть русский нельзя, честно говоря, наврала сейчас. Русский нельзя, потому что русский... Если русский преподается в этой школе как иностранный, то русский нельзя. Но обычно у нас русский как иностранный преподается во всех эстонскоязычных школах. В практике у нас такой практики нет. То есть у нас нет ни одной группы. Один раз было... Два примера в истории нашей есть. Один раз украинцы сделали в одном городе группу, где 10 украинских детей были, они учились на... преподавали им украинский язык. Но там я даже не помню, почему это... Год-два это происходило, тогда это кончилось. И второе, один раз итальянская группа в одной итальянской школе хотели, но им никак было не найти учителя. Они дошли до того, что они одну бабушку командировали из Италии к нам преподавать язык. Но это тоже не очень сработало, так что кончилось этот. Этот эксперимент у нас тоже кончился. Так что в практике у нас такого нет. То есть, когда мы говорим о формальном образовании, о родном языке, мы говорим только о эстонском и о русском языке. Больше у нас примеров нет. Воскресные школы финансируются государством. И вот этот выбор, который наши нацминственства сделали, они действительно счастливы и довольны с этим. Они могут ходатательствовать как раз у нашего фонда, фонда интеграции. Мы получаем деньги от Министерства образования и культуры, не культуры, а науки. То они получают деньги, они обучают детей. Воскресная школа не религиозная школа. Часто считают, просто термин совпадает с религиозной школой. Это не религиозная, это воскресная школа просто потому, что обучение происходит на выходных, то есть в год или воскресенье. И там вот преподается и язык, и культура. И таких школ у нас по Эстонии, ну, зависит от учебного года, ну, в районе 30. И очень разные. Украинские, русские. Русские мы финансируем только в этом случае, если там учатся дети, которые учатся в формальном образовании в эстонскоязычной школе. Просто мы дважды не финансируем. Потому что тогда, почему мы эстонских детям не даем возможность, мы очень так равные возможности ищем, боимся дискриминировать кого-то. Так что там поэтому этот момент. Русскоязычные школы. Был вопрос тут, когда мы о докладе говорили об учебниках. Учебники составляются все в Эстонии. Учитель может использовать на уроке любые материалы, но они должны совпадать с нашей учебной программой. То есть можно брать, я не знаю, из Литвы, из Латвы, из России все равно откуда какие-то учебные материалы, никто не запрещает. Но они, конечно, не должны идти в конфликт с нашим пониманием, которое описано в учебной программе. А так учитель свободен использовать любые учебные материалы. Русский язык как родной язык преподается в русскоязычных школах точно в таком же объеме, как в эстонскоязычных школах. Эстонский язык как родной. Есть русский язык, есть литература. И число уроков примерно с 1 по 3 класс вместе 19 часов. Это значит где-то 6 часов в неделю. У нас просто учебная программа 1 по 3, 4 по 6, 7 по 9, 10 по 12. И уроки даются по 3 года. И школа сама выбирает, когда она, сколько и что преподает. Поэтому, когда я взяла цифры из нашей учебной программы, это по 3 года. Во втором цикле, то есть 4 по 6 класс, это 11, так что это где-то 4 примерно урока в неделю. И в 6 по 9 это 6, то есть 2 урока в неделю. Это язык и литературу. С 1 по 3 нет, потому что он интегрирован с языком и со всей программы. Во втором, то есть 4 по 6, это 4 урока, то есть примерно 1 урок в неделю. И в 6 по 9 это 6, то есть 2 урока литературы по неделю. И это точно столько же у эстонских школ, у эстонскоязычных детей эстонский язык. Учителя подготавливаются у нас вообще-то все в одних же университетах. Мы не подготавливаем специально учителей для русскоязычных школ. Скоро видно будет, что случится, потому что у нас средний возраст учителей в Эстонии 48+, а в русскоязычных это 50+. То есть посмотрим, что случится через 100-15 лет. Интересно следим за процессом, потому что молодые. Интересно, это я стараюсь сейчас иронизировать, потому что это наше самое болезненное, самый болезненный вопрос, когда вы смотрите, что у нас тут везде, да, Эстония такая грошая, ты за результаты самый лучший и так далее, и так далее. Мы, конечно, очень гордимся своим, своей системой образования, но очень волнуемся, что будет через 15-20 лет, потому что учительский кадр просто, извините, стареет, а молодых не так много идет. И у нас уже проблемы с учителями, то есть учителей нет, просто реально не хватает. Экзамена. Был вопрос экзаменов. Экзамена русского языка, воздействительного нет. Ни в русских школах, ни в каких. У нас есть в эстонской школе. Значит, у нас обязательно в течение основной школы преподавать два иностранных языка. И в эстонской язычной школе эти языки могут быть... Значит, из четырех языков выбирается два. А четыре языка – это английский, русский, французский, немецкий. И обычно это так, что где-то 98% из наших детей выбирает первый язык английский, конечно, и второй язык русский. То есть как иностранный русский можно сдавать и в конце девятого класса, и в конце двенадцатого. Государственные экзамены у нас в конце девятого и в конце двенадцатого. Гимназия у нас три года, у вас четыре, по-моему, да? Мы вчера говорили. А у нас гимназия называется с десятой по двенадцатый. То есть русский язык как иностранный можно сдавать, Но это могут сдавать ученики, которые закончили эстонскоязычную школу. То есть не те, которые учатся вот эта 60-40 модель. Вернее, мы смотрим сейчас, поскольку мы считаем, что вся гимназия у нас эстоноязычная, мы смотрим, на каком языке закончил ученик основную школу. Если он закончил на русском языке, он не может делать русский как иностранный. Если на эстонском, мы не по национальности смотрим, а по тому, какой у него был язык обучения. Но как родного языка нет. Уже давно нет. Уже нет. Я не могу ошибиться, но 6-7 лет, наверное, нет. Может быть, даже больше. И школы, конечно, сами могут делать какое-то тестирование или что-то, но государство это не делает. У нас в конце третьего, шестого класса уровневые работы. И каждый год эти уровневые работы меняются. То есть математика всегда, а какой-то другой меняется. Так что учителя и школы не знают, какая будет уровневая работа в конце этого года. И действительно, эта информация опубликовывается где-то неделю до уровневой работы. Раньше у нас был министр, который сказал, что вообще не скажем. Будет так, что дети идут в класс, садятся, открывают конверт и тогда видят, по какому предмету уровневая работа. Но это все-таки педагоги наши взбесились и не удалось нам. А сейчас у нас так, что неделя до этого. Потому что, наверное, как и в вашей системе, я поняла, что здесь было сказано, что часто учатся из-за экзамена. Ученики учатся для этого. И учителя, к сожалению, часто преподают для экзамена. Чтобы исключить то, что уровневая работа, которая вообще-то не имеет никакой важности в том, перейти в следующий класс, поступить куда-то еще или нет. Никакого. Но просто у нас учителя все такие, как и вы, наверное, все такие, ну, хотят, чтобы все было самым лучшим. И когда они узнают, какая уровневая работа, то они начинают зубрить для этой уровневой работы. И тогда я даже слышала, как-то раз, когда у нас была уровневая работа по, даже не помню, по какому предмету, что физкультуры в последние два месяца вообще не было. Потому что во время физкультуры зубрили вот это, что, конечно, вообще-то запрещено. Но ты можешь запрещать что-то угодно, а школы все-таки у нас автономные, так что делают, что хотят. Так что да, экзамены у нас нет русского. И эстонский, тут я понимаю, что и этот вопрос стоит, чтобы какой экзамен сдавать. У нас эстонский язык русскоязычных школ, и там, где 60-40 модель, своя программа эстонского языка, то есть эстонский как второй, эстонский как государственный, эстонскоязычный в 100% школах, там эстонский как родной. В конце 9 и в конце 12 экзамен обязательно, у нас три обязательных экзамена в конце 9 и в конце 12, это математика, иностранный язык, эстонский. И ученики, которые в основной школе учатся или учились на русском языке, они могут выбрать эстонский язык, какой экзамен они хотят. Или эстонский как второй, или эстонский как родной. Обычно они выбирают эстонский как второй, особенно гимназисты, потому что у нас поступление связано с государственным экзаменом, то есть им легче сдать этот эстонский как второй, они получат, может быть, 100 баллов, а если они будут сдавать эстонский как родной, то они получат там 60-70 или поступят туда, куда они хотят. То есть они в каком-то мере привилегированы в положении, те ученики, которые очень хорошо знают эстонский в русскоязычных школах. И последнее, просто чтобы, когда мы говорим о нацменьшинствах, то у нас в Эстонии сейчас, мы меньше говорим сейчас о вопросе русских исторических вообще, сейчас у нас, может быть, даже самые главные дискуссии, образования тоже, к счастью, уже немножко утряслось всего, но, скажем, год тому назад это была очень горячая тема, когда беженцы пошли, что вот как школы должны преподавать, что, какие программы, что и как. Но я лично все время говорю, что к счастью, я очень благодарю всех беженцев, это, конечно, звучит как-то нехорошо, я очень хотела бы, чтобы войны не было бы, и они могли бы жить у себя дома все, но раз они у нас есть, я очень благодарна, что они есть, потому что школы должны были передумать подход педагогический, они должны были понять, у них уже не было, мы могли говорить до этого сколько хочешь, что ты должен каждому ребенку индивидуально подходить, что мы все разные, что вот у одного так, у другого так, а если у тебя все 25 такие белобрызые эстонцы, как они у нас все, они есть, то учителя не поймут, а вот если одного посадишь туда из Сирии, который ничего не понимает по-эстонски, из которой нет ни одного слова, ни на каком языке единого слова, тот сразу должен передумать свой подход к педагогике, подход к обучению, и поэтому я думаю, что это для нас, и сейчас мы в такой ситуации, где, к сожалению, эти семьи часто уходят не обратно, уходят обычно в Германию или в Финляндию, потому что там у них родственники и так далее, я понимаю, что они это делают, потому что у нас, когда мы тут о культуре говорим, что я думаю, что им очень тяжело у нас жить, потому что понятие о том, что хорошо в обществе, и как жить хорошо, это очень разное, для эстонцев лучше всего жить в отдельном доме, где-то около леса, и хорошо было бы, чтобы виден был бы дом следующий, но издалека, так что, ну, издалека, в том смысле, что, ну, немножко страшновато, может быть, если совсем один, да, но, но, так что издалека могу видеть, но, ну, действительно, издалека, близко не надо подпадить, да, и строить дом рядом не надо, а из их культуры, люди, которые приезжают, они хотят контакта, они хотят вместе, они хотят общиной жить вместе, а мы не хотим, и мы им даем хорошие квартиры, в маленьком городке Пыльво, который никто не слышал, и который на карте нет, мы очень сами любим этот городок, они оттуда убегают почему-то, так что это в этом смысле понятно, ну, а школы наши, откуда уходят, они даже, я даже видела завтра, которая до слез сказала, что, ну, мы так старались, мы так хотели, мы так уже все построили, у нас такая хорошая атмосфера была, и теперь они уехали, так что мы не увидим результат, ну, результаты у нас тоже есть, так что, так что вот столько я скажу, если есть вопросы, сейчас или потом, пожалуйста, за 20 минут рассказать все сложно.